На площади у мэрии сотрудники полиции, городской администрации, казаки и общественность. В таком составе рейдовые группы собираются уже пятый год подряд. Именно столько на Кубани действует детский закон. За это время на сочинских улицах в ночное время были задержаны и переданы родителям 2700 несовершеннолетних, а подростковая преступность снизилась на 20%. Для профилактики подростковой преступности, для дисциплины в Краснодарском крае это очень великолепный закон, очень хорошая инициатива наших законодателей. И я считаю, что не только для города-курорта, но и для всех муниципальных образований, для всех жителей и жилых поселений Краснодарского края это закон очень действенный. Всех участников юбилейного рейда делят на группы, каждый раздают маршруты. Они проложены по всем микрорайонам города. Участники рейда заглядывают на каждую улицу, в каждый двор, останавливают каждого ребенка. Еще раз напоминают о действии детского закона на Кубани. До 18 ты имеешь право до 10 часов вечера находиться. Поэтому у тебя есть ровно 10 минут добраться до мамы. Ты понял? Детям от 7 до 14 гулять до 9 вечера, тем, кто постарше – до 10. Правила простыны выполняют их не все. Вот эти ребята приехали из станицы в гости к маме, которая работает в Сочи. Но почему-то родители детям не объяснили – гулять одним в ночное время строго запрещено. Более того, опасно. Брат с сестрой отправляются к маме уже в сопровождении полицейских. И, как оказывается, женщина сама не знает требований закона. Сколько вам детей лет? 10-12. И во сколько они должны быть дома? Ну, в 10. В 9 часов? Да вы что? 21 час. А я почему-то думала в 10, извините. Простыми извинениями дело не заканчивается. Женщина получает предупреждение. Полицейские составляют протокол. Только с начала года в ходе рейдов было выписано 320 таких документов. Данный административный протокол будет направлен к мировому судье. И мировой судья уже будет рассматривать данный протокол и выносить административное наказание в отношении родителей. Детский закон – это не только вечерние рейды. Это большая профилактическая работа. О законе 1539 подросткам рассказывают в школах, проводят мероприятия на детских площадках. По всему городу жителям и гостям Сочи раздают специальные памятки. Проводят активную работу и с отдыхающими. Ведь в других регионах России уже проверенный временем на Кубани детский закон только набирает силу.